Они ждали этого дня целый год, активно к нему готовились, доставали из архива фотографии, на которых нынешние выпускники еще первоклашки. 23 мая последние звонки прозвучат для 4546 11-классников. Более 10 тысяч школьников окончат 9-е классы. Праздничные мероприятия пройдут в 140 общеобразовательных учреждениях города в очном формате. Линейки проведут в актовых залах учебных заведений и на пришкольных территориях. На торжественных мероприятиях запланирована трансляция видеоролика «Последний звонок 23» в рамках всероссийской акции «Марафон побед. Спасибо, учитель». Это объединяющая акция для всех школ. Последние звонки в школу города посетят губернатор региона Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, депутаты городской и губернской думы, а также представители администрации города и сотрудники внутригородских районов. В день проведения последних звонков в общеобразовательных учреждениях и в местах проведения массовых мероприятий будут усилены меры безопасности. Скверы, которые есть у нас, давайте мы в этом вопросе проверить их готовность. Придут люди, все же знаковое событие. Последний звонок для всех, все мы проходили, это остается в памяти. Торжественное вручение аттестатов у нас впервые тоже одним днем определено в этом году. Как правило, это будет 24 июня для учащихся 11 классов. Обсудили на совещании в мэрии и вопрос начала ремонтов в общеобразовательных учреждениях в период летних каникул. Исходя из плана в этом году, планируют капитально или частично отремонтировать 29 учебных заведений. Специалисты проведут ремонт кровли, спортивных залов, обновят ограждения и асфальтовое покрытие. Отдельно в некоторых школах будут проведены работы по ремонту кабинетов, входных групп, корпусов и пищеблоков. В настоящее время средства до образовательных учреждений доведены, формируются документы для проведения торгов. Кроме того, бюджету городского округа Самара из областного бюджета предусмотрены субсидии. Затронули на совещании в мэрии и тему подготовки к летнему спортивному сезону 2023. В этом году жителей и гостей города ждет насыщенная и разнообразная программа. На площади Куйбышева разместят мини-футбольное поле с искусственной травой, площадки для стритбола, игры в городки, кроссфит, вагончик, столы для настольного тенниса и скейт-парк. На территории пляжа от полевого спуска до Кенапа также планируется расширение объектов спортивной инфраструктуры. Дополнительно к уже существующим локациям здесь появится боксерский ринг, зона для занятий единоборствами, поля для игры в регби, волейбол и теннис. Кроме того, в июне во всех районах города состоятся этапы футбольного турнира «Лето с футбольным мячом». А с июня по август запланировано проведение физкультурно-спортивной акции «Самара в движении». Дополнительно в этом году у нас в календаре появляется мероприятие в соревнованиях городского круга «Самара высший класс», мероприятие, которое в прошлом году проходило на площади Куйбышева. Это уже этап городского и областного соревнования, когда родители детей состязают с праздничным видом спорта. Это баскетбол, точнее стритбол, это футбол. И мама выступает в дисциплине через спорт. 12 июня на территории второй и четвертой очередей набережной состоится Самарский легкоатлетический фестиваль «Королевы спорта». Его особенностью станет «Самарская миля» – забег на полтора километра. В этот же день пройдут игры ГТО. С 26 по 30 июля жители и гости города встретят фестиваль «Самара Open Commons Fest» по пляжным волейболу, футболу, баскетболу, теннису и регби. Обширную программу представят и в день физкультурника – 12 августа. В Самаре будет организована разнообразная спортивная и концертно-развлекательная программа с участием воспитанников детско-юношеских спортивных школ города. Ольга Павлова, Константин Головин. События.